Приветствую вас. Ну, описываете вы симптоматику своего страха. То есть вы говорите, что во всём у вас проявляется страх. Вы боитесь замужа, боитесь сами того, что попадёте в аварию и так далее. Очевидно, что живёте вы так уже не первый день и, скорее всего, наверное, не первый месяц, а то, может быть, и год. И если что-то такова, то вам, конечно... Кстати, вы не задали вопрос ни одного, то есть вы ничего у нас не спросили, не задали вопрос, но очевидно, что вы хотите со своим страхом как-то научиться шить. Очевидно, что вы хотите его побороть. Вы знаете, если говорить именно о побаривании страха, то это не самый лучший вариант для вас. Почему? Потому что, видите ли, страх – это естественная потребность человека. Страх – это естественное состояние человека. Видите ли, страх – это совершенно нормальное явление для человека. Испытывать страх – это нормально. Другое дело, что, может быть, вы слишком сильно его испытываете. Другое дело, что, может быть, вы как-то, ну, знаете, чересчур сильно его испытываете. И вот если так, если так, то этот момент, конечно, не есть для вас что-то хорошее. Потому что, ну, объективно вам все-таки этот страх не мешает. И, конечно, можно порекомендовать вам ряд, знаете, ну, ряд, несколько средств для борьбы со страхом. Но, знаете, мне кажется, что, поскольку любой страх – это мистическое представление, поскольку любой страх – это представление нерациональное, когда она считает, что вам для себя не хватает именно этого рациональности, рационализации. И тогда, если вам не хватает рационализации, то что это значит? Это значит, что вы не понимаете причин своего страха и не управляете своим вниманием. То есть вы не можете перенаправить, например, свое внимание, ну, допустим, там, вот, с одного на другое, да? То есть вы не можете перенаправить свое внимание со страха на реальную, на естественную, да, на какую-то, вот, адекватную сферу, которая, собственно, и, ну, является адекватной для вас. То есть вы не можете это сделать, вы просто, как бы, чувствуете подавление, чувствуете, что вас страх подавляет. И из-за этого может возникнуть такая ситуация, что именно, вот, именно, именно, как бы, средства, которые я вам могу предложить, могут вам просто-напросто не помочь, потому что, если вы не сможете регулировать и управлять своим вниманием, то я боюсь, что все средства покажутся вам, ну, мягко говоря, не совсем эффективными и, собственно говоря, как бы, они вам не помогут. Поэтому, наверное, первой рекомендацией, которая будет от меня, это вам необходимо разобраться с чего конкретно, когда, почему начались ваши страхи, что повлияло на появление такого, ну, достаточно серьезного, достаточно сильного, образующего фактора в вашей жизни. То есть, с каких пор, почему у вас, ну, появился страх. И важно понимать, что вполне вероятно, что имеет место быть невыращенное достаточно хорошо переживание. То есть, когда-то вас что-то напугало, вы это должным образом не рационализировали, не получили для себя, как бы, истинного вот понятия, и теперь вы боитесь, потому что на ассоциативном уровне у вас закрепилось вот это вот неправильное понимание ситуации. И нужно разбираться с первичным обстоятельством, из-за которого вы испытываетесь сейчас страх, то есть причина. Система, образующий элемент, его необходимо разобрать. Что на себя предстоит, кто на себя представляет, прошу прощения, и так далее. Второе, это, собственно, сами средства. И сами средства, они представляют из себя рационализацию, то есть средства рационализации. Вот, например, если говорить о том, как вы можете сами себе, как бы, рационализировать свои страхи, да, вот как вы можете это сделать. Вам необходимо, во-первых, спрашивать себя о том, насколько, вот, ну, произошло ли то, чего вы так боитесь. То есть, случилось ли то, чего вы боитесь. Просто задавайтесь себе этот вопрос, произошло ли реально то, чего вы опасаетесь, чего вы боитесь. И если этого еще не случилось, то, соответственно, чего вы боитесь тогда. Дело в том, что человек, который боится, он, ну, если, например, кто-то, если, например, боится смерти, допустим, да, то человек, который боится смерти, он умирает, по сути, очень много раз. Потому что он умирает каждый раз, когда боится. Он умирает всегда, по сути, когда боится. То есть, вот, такой человек, который, например, боится смерти, он умирает много раз. А в действительности, смерть одна. И она случится однажды. Вот эта вот довольно-таки несложная рационализация могла бы помочь, в том числе и вам, в том числе и вам, более здраво, адекватно оценивать то, что с вами происходит. То есть, что это значит, о чем, что я имею в виду. Вот вы боитесь того, что случится, но этого же еще не случилось. Если этого не случилось, то имеет ли смысл бояться? Если этого еще не произошло, то зачем бояться того, что еще не произошло? Поэтому первый вопрос, который вам нужно задавать себе, это Случилось ли реально то, чего вы боитесь? Рационализируйте свой страх, по сути дела. Далее. Следующий вопрос, который вам можно себе задавать, это вопрос такого плана. Так ли страшно будет то, что случилось? То есть, когда уже что-то случится, вы стараетесь рационализировать, вы стараетесь адекватно посмотреть на ситуацию, при которой вы оцениваете, насколько силен ущерб и вред того, что вы боитесь. Дело в том, что человеческое сознание, человеческое восприятие склонно, как правило, склонно преувеличивать, оно склонно преувеличивать то, что реально происходит. И поэтому это будет второй момент. Здраво оценивать вред. Конкретный вред. Конкретные негативные последствия того, чего вы боитесь. Конкретные негативные проявления того, чего вы опасаетесь. Это следующий момент. Далее. Вам необходимо использовать воображение для того, чтобы адаптировать себя к тому, что с вами может произойти. То есть, что это значит? Адаптировать себя. Адаптировать себя, это значит, что вы представляете, вы представляете себе, что то, чего вы боитесь, уже произошло. И представляя это себе, вы, соответственно, думаете, как я буду поступать в тот момент. То есть, вы продумываете свое поведение, в случае наступления негативных обстоятельств. Это позволит вам подготовить себя к тому, что может случиться. Это позволит вам подготовить себя к тому, что может произойти, и вы будете меньше испытывать страха. Пожалуй, вот такие вот средства можно вам порекомендовать для того, чтобы вы перестали бояться, для того, чтобы вы стали меньше бояться, для того, чтобы вы стали больше все-таки профессионалистически относитесь к тому, что с вами происходит, чтобы страх не мешал вам. Но, без понимания причин, без понимания того, почему так произошло, без понимания того, почему так получилось, что вы испытываете страх, без понимания этого вам практически, именно на практике, будет сложно сделать все то, о чем я вам говорил. И здесь обязательно проработка причин, чтобы хотя бы понять, из-за чего, почему у вас начались подобные переживания, чем они вызваны и так далее. И когда, если причина подобных переживаний будет выявлена, это можно будет с вами проработать, рационализировать, получить адекватные представления об этом, получить адекватные понятия об этом, с вами наперечить заново, выразить свои эмоции, которые не были выраженными, что послужило, на мой взгляд, одним из косвенных причин, для того, чтобы вы начали испытывать свой страх сейчас. И тогда это вам пойдет на пользу, вы сможете для себя увидеть более адекватную картину мира, что и позволит вам уменьшить, а то и полностью исключить свой страх. Но, как бы, закончить мне бы хотелось свой ответ тем, что я говорил вначале. А вначале я говорил о том, что страх – это естественное состояние человека. То есть не боится тот, кто не отдает себе что-то происходящее. То есть не боится человек, у которого явные проблемы с психическим здоровьем. То есть бояться – нормально. И испытывать те чувства, которые вы испытываете из-за страха – тоже нормально. Но их необходимо привести в более или менее нормальную, адекватную форму. То есть не старайтесь, не стремитесь полностью подавить то, что у вас есть. Не старайтесь полностью подавить свой страх. Это не было бы правильным. На самом деле. Не было бы правильным полностью подавлять ваш страх. Это значит подавить вас. Это значит подавить вас целиком и полностью. А это не есть хорошо. Давайте мы все-таки откажемся от идеи подавлять вас. Вы такая, какая вы есть. Вы прекрасны в своей индивидуальности. Но нужно все-таки привести ваше состояние просто-напросто в такой более или менее адекватную форму, адекватный вид. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!